Урок математики Я очень надеюсь, что урок прошло, и будет с вами хорошо Мы с вами сегодня, урок у нас будет необычный Мы с вами будем путешествовать по солнечной системе А для этого, я думаю, надо быть обязательно дружными нам и внимательными Путешествовать, ребята, мы с вами будем по планетам И каждая планета будет нам представлять определенное задание С которым мы должны обязательно справиться Если каждый космонавт, который путешествует, ведут бортовые журналы У вас на партах тоже, ребята, есть своеобразные бортовые журналы Они выглядят вот таким образом, у вас белые карточки Там есть планеты написаны и звездочки Если вы, например, путешествуем по Меркурию, да? Если вы задание, которое находится на Меркурии, выполняете правильно Вы зажигаете зеленую звездочку Рисуйте зеленым цветом, да? Если у вас ошибка в задании, вы будете закрашивать свою звездочку красным карандашом Это понятно, да? Хорошо Итак, ребята, для того, чтобы проверить вашу готовность к полету Мы сейчас с вами проверим домашнее задание И таким образом мы с вами, ребята, получим кодовые числа Которые помогут нам совершить полет Откройте, пожалуйста, тетради Дома вы решали задачу и находили значение числовых выражений Давайте проверим с вами задачу Ответ задачи будет являться первым кодовым числом Итак, ребята, какой ответ у вас получился? Пожалуйста, Полина У меня получилось примерно 700 700, ответ 700 У кого другой ответ? Или такой может быть? Валера, у тебя У меня ответ 1700 1700, Женя, у тебя 1500 1500 1500 2300, Семена? 2300. 2300. 1700. Артем? 1700. 1700. Ребята, первое кодовое число, больше детей ответила, да? Это 1700. Правильный вариант ответа, да? Это первое кодовое число. Итак, остальные два числа мы узнаем, когда получим ответ. На числовых выражениях. Итак, вы готовили два выражения, да? Делали? Хорошо. Итак, первое числовое выражение. Значение числового выражения какое у вас получилось? Первого. Сережа? 3500. 852. Валера? 3410. 410. Хорошо. Еще какие варианты ответа? Эвелина? 31400. 400. Хорошо. А еще у кого какие ответы? Андрей? 3418. 418. Итак, проверяем, ребята. Следующее кодовое число. 31410. Сережа, пожалуйста. Хорошо. Так. Дальше, ребята. Следующее второе числовое выражение. Значение числового выражения. Полина? 31952. 952. Арина? 31951. Хорошо. Еще у кого какие варианты ответа? 32952. 87. Артем? 332952. 952. Итак, проверяем, ребята. 31952. Итак, мы с вами узнали кодовые числа, которые нам позволят отправиться в путь. И так, у кого получились такие ответы, значит, готовность к полету у нас отличная, да? Кто-то, может быть, где-то сделал какую-то запинку дома. Затем, позже мы посмотрим, что у нас было не так. Хорошо. Итак, ребята. Кроме чисел, нам нужно знать также кодовое слово, которое нам позволит двигаться дальше. А это мы узнаем, когда выполним с вами устный счет. Кстати, это слово будет являться словом, которое сказал первый космонавт Юрий Гагарин, когда отправлялся в полет. Итак, ребята, четыре клеточки вниз отступите, пожалуйста, запишите. Да, классная работа. 17 марта, классная работа. Итак, сейчас я вам буду директовать задание. Вы будете записывать через запятую в строку. Это понятно. Хорошо. Итак, записываем. Так, слушаем первый вопрос. Уменьшить число 180 в 9 раз. Уменьшить число 180 в 9 раз. Дальше. Первый множитель шестьсот, второй четыре. Чему равно произведение? Первый множитель шестьсот, второй четыре. Чему равно произведение? Дальше. Определите количество цифр в частном, при делении числа 2088 на 3. Сколько будет цифр? Вот видите. Определите количество цифр в частном, при делении числа 2088 на 6. Дальше. Какое число больше 117 в 10 раз? Какое число больше 117 в 10 раз? Следующее. Чему равно частные чисел? 2500 и 5. Чему равно частные чисел? 2500 и 5. Чем равно частные чисел? Площадь прямоугольника со сторонами 150 сантиметров и 5 сантиметров. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 150 сантиметров и 5 сантиметров. Ракета за 3 секунды пролетает 18 километров. Какое расстояние она пролетит за 10 секунд? Ракета за 3 секунды пролетает 18 километров. Какое расстояние она пролетит за 10 секунд? Итак, ребята, сейчас мы с вами будем проверять. Ответ на первый вопрос. Так, какие ответы у вас получились? Поднимаем руку, я вызываю, и мы сверяемся. Так, первый ответ. 20. 20. У Арины? 20. 20. Валера? 90. 90. Желет. 20. Правильный ответ, ребята, 20. Так, следующий вопрос. Толя? 2400. 2400. Маша? 2400. 2400. Ира? 2400. 2400, абсолютно верно. Следующая. Сережа? 3. 3. Ира? 3. 3. Правильно, 3. Следующая, четвертая. Ответ? Кирилл? 1170. 1170. Анрей? 1170. 1170, абсолютно верно. Следующая, пятая. Рина? 700. 700. Сережа? 700. Артем? 750. 750. Соля? 750. Может, это пятая? У вас пятая? Да. Нет, про самую неделю. 700 лет мальчик, вы так говорите не правильно. Так, следующее число? 750. Следующее, Андрей? 750. 750, правильно. И последнее число? Элина? 60. 60. Так, Женя? 60. 60, правильно, 60. И так, ребята, сейчас вам необходимо будет распределить эти числа на следующей строке по порядку по возрастанию. Женя, иди, пожалуйста, к доске, распредели вот здесь эти числа по возрастанию, а класс работает в тетрадочках. На следующей строке эти же числа только по возрастанию разместите их, ребята. Смотри, ты берешь карточки и передвигаешь просто. Абсолютно верно, ребята, молодец. Женя. А теперь посмотрим, какое же слово у нас получилось. Какое слово сказал космонавт Юлия Гагарина. Переворачиваем Женю на свои карточки. Полетели. И так, как твое слово уже догадались? Полетели. Поехали. Понятно. И так, Андрей, какое слово? Поехали. 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 Ой, только что там у нас. Поехали, да? Так, тут немножко сбой у нас произошел. Так, е-поехали. Так, поехали. И мы с вами тоже поехали дальше работать. Так, ребята, мы с вами путешествуем, сделаем 8 остановок. Как вы думаете, почему по солнечной системе путешествуем? Мы будем делать 8 остановок. Валера? В солнечной системе 8 планет. 8 планет. Абсолютно верно. Молодец. Итак, ребята, тема сегодняшнего нашего урока – деление многозначного числа на однозначное. Что же мы сегодня будем делать на уроке? Каждый путешественник должен конкретно ставить перед собой цель. Вот, и мы сейчас тоже должны с вами поставить цель. У вас на партах лежат карточки-подсказки синего цвета по серединке. Прочитайте их, пожалуйста, соседа по парте и выберите тот, на ваш взгляд, который будет верным. Что же мы будем делать сегодня на уроке? Прочитайте обе парточки и выберите правильный вариант ответа на ваш взгляд. Что же мы будем делать на уроке? Итак, кто готов? Можно поднять руку и ответить. Итак, Сережа. Делить многозначные числа на одно. Итак, закреплять умение, правда, молодец, абсолютно верно, умение делить многозначные числа на однозначные. Абсолютно верно, молодец. Итак, отправляемся в путь. И первая планета, которая нас ожидает, это, ребята, планета Меркурий. Вот эта планета. Итак, ребята, планета Меркурий, известно, что она находится ближе всего к Солнцу. И эта планета очень быстро вращается, ребята. А чтобы узнать, с какой скоростью вращается планета Меркурий, и сколько суток в году, за сколько суток проходит в году на Меркурии, мы с вами сейчас выполним работу по вариантам. Смотрите, первый вариант. Возьмите, пожалуйста, карточки белого цвета. Вот такие карточки белого цвета. Итак, первый вариант у нас будет находить, с какой скоростью вращается, сколько суток на планете Меркурий. Второй вариант будет находить, с какой скоростью вращается планета Меркурий. Для этого вам необходимо решить выражение. Так, к доске Андрей пойдет решать, с этой стороны Андрей. Возьмите, пожалуйста, карточку. И, пожалуйста, Алеша. Второй вариант, с обратной стороны. А класс решает в тетрадках. Две клеточки вниз отступили. И решаем числовые выражения. Две клеточки вниз отступили. Спасибо. 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 Кто решит, ребята, сядьте с зеровника, поднимите и я подойду, проверю вашу работу. Все понятно? Все понятно? Все понятно? Так, скажи, пожалуйста, как нависить площадь прямоугольника? Абсолютно. Это при каком-то действии у нас садайма, когда мы какое действие выполняем? Сложение, вычитание, выцеление, умножение. Сложение, вычитание, куда у нас садайма? Сложение, вычитание. Есть сложение. Как нам найти единственное слагаемое? Например, первое слагаемое. Как нам найти? Молодец. 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 у нас, да, в числении, поэтому, Андрей, 8 баллов. 50. Так, ребята, посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас частное. Более, а сколько у тебя получилось? У меня получилось 645. А здесь второе? 597. 597. Здесь 597 у нас должно быть, да? 599 на 5. Да. И получится тогда, представляете, здесь. И получится тогда 48. Так, Алёша тоже была накручена ошибка. Алёша, как найти, скажи, пожалуйста, неизвестное слагаемое? Надо сумму разделить на... разделить на второй слаг. Разделить? Какое-то слагаемое. Не называть. Помогает? Вычесть. Что нужно делать? Вычесть надо. Алёша была шиканна, допустим, она немножко растерялась. Тоже Алёша, ой, 8 баллов ставлю. Хорошо, ребята. А мы с вами путешествуем дальше. Следующая планета – это планета Венера. Это очень красивая, ребята, планета. Она и ночью, и утром очень ярко, её можно даже увидеть и утром, да? Она яркая такая, красивая. И поэтому её даже называют утренней звездой. На планете Венере мы с вами, ребята, сейчас будем работать в паре. Но каким образом мы будем работать? Смотрите, первый вариант будет решать уравнение на жёлтых карточках. Вот. Можно на самих карточках, ребята, решать это уравнение. Второй вариант будет на своих карточках тоже жёлтых решать уравнение. А затем, найдя значение Х, нужно будет его суммировать. Первый вариант суммирует, складывается ответом со значением Х второго варианта. Понятно? То есть находим значение Х, а затем складываем. И мы получим интересный факт о Венере. Узнаем, какая там температура может быть. И так, пожалуйста, Явелина, ты решаешь свой пример, и от заседей я помогу, хорошо? Составить от вас. И так, машину берём не съедут и решаем уравнение. Так, в доске, пожалуйста, Вика. Вика, это же в доске? Хорошо. И Полина в доске. В другой стороне. Пожалуйста, расставай. Кляпочка. Я сразу fellaёк. Скоро. ASSIG Как и путь. Как и путь. Скоро поверяуть. Пустилить 3 часа с отвечать. Представить 5 часа. Так, кто справился? Ответ все какой? Хорошо. А вы уже... Поменяйтесь, пожалуйста. Давайте вы поменяйтесь тетрадями и проверите еще друг у дружки уравнение. Хорошо? Если какая-либо пара справилась, поменяйтесь, пожалуйста, еще тетрадями. Проверьте друг у друга. А затем можно найти и сумму значений х. Спасибо. 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 Умнички. Правильно. Молодцы. Итак, скажите, пожалуйста, скажи, Кирилл, мне, пожалуйста, как найти неизвестный множитель? Неизвестный множитель. Неизвестный множитель. Неизвестный множитель. Нужно... Большее число, больше множитель, но не множитель, который... Самый больший ответ... Ну, а так а что? Как она называется? Не путайте, пожалуйста, тихо. Произведение. 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 Произведение что с ним делать? Произведение разделить на множители. На второй множитель. Хорошо. Так, Кирилл, она ответ не ответила на мой вопрос, поэтому 8 баллов. Арина, запинки были у нас, поэтому 9, Арина. Хорошо. Так, ну и сейчас. Итак, выберем не совсем, да? И затем, как только сумму, значение X нашли уже? Нет? Какая? Какая? Ой. Нажимаем, что это не так, что если нужно, то мы не можем. Что-то совсем. Что-то, 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 что-то. Спасибо. Так, девочки, готовы? Хорошо. Семья? Полина, полничка. Итак, второй вариант проверяем. Толя, ой, Толя, первый раз, нуля. Валера? А, нет, я просто... Давайте проверим быстрее, второй вариант. Поставьте, пожалуйста, вливок, значение к чему равному? 250. Правильно. Правильно. Итак, пожалуйста. Итак, скажи, пожалуйста, мне так найти неизвестный множитель. Так, вспоминай компоненты. Так, помогай, Валера. Произведение разделить на второе множитель. На второе множитель, где-то у нас на вопросе ответила, но решили уравнение решено верно. Так, как здесь баллов станут, когда я буду одновременно. Итак, открываем. У Полины значение х чему равно? Значение х? 200. 200. Итак, находим сумму. Полина, найди, пожалуйста, нам сумму значения х первого. Здесь ответа и здесь. Значение х. Итак, здесь значение х чему равно? Да, здесь у тебя. Посмотри. Значение х 200. Ты можешь присаживаться. А здесь? Чему равна их сумма? 450. 450. Так вот, ребята, температура на Венере может достигать, присаживайся, Полинка, 450 градусов. Полина, скажи, пожалуйста, так как найти неизвестное слагаемое? Надо сумму нарисовать с... Чем? Ребята, кто поможет? Сумма минус... Второе слагаемое. Полина, была запинка, поэтому 9 баллов. Так, ребята, дальше я вам предлагаю выполнить дискульпинку. Смотрите, пожалуйста. Итак, повторяем. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok. Итак, на планете Земля мы с вами решим задачу. Задача у вас находится на обратной стороне, где вы решали уравнения на желтой карточках. Переверните, пожалуйста, их и прочитайте самостоятельно данную задачу. Так, у тебя вот здесь у вас, Артём, находится. Итак, голос Валера, пожалуйста, прочитай нам задачу. Космические корабли, летучий галантис и синяя чайка пришли временно в одно направление. Летучий галандец движется со скоростью 85 км в минуту, а синяя чайка со скоростью 77 км в минуту. Какое расстояние пролетел корабль синяя чайка, если летучий галандец определил его на 32 км? Апередил его на 32 км. Хорошо, ребята. Итак, скажите, пожалуйста, что известна задача? Что интересна, Толя, в задаче? Скорость двух ракет. Скорость двух ракет. Итак, скорость первой ракеты чему равна? 85 км. 85 км. Второй? Кирилл? 77 км. 77 км. Хорошо. Что сказано про эти ракеты? Как они движутся? Как движутся, ребята, ракеты? В одном направлении. В одном направлении. А как они вылетели, ребята? Одновременно. Одновременно. Правильно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, можем ли мы... А, что еще нам известно, ребята? Что? Нам известно две скорости. Еще, Валера? Еще, что летучий галандец опередил синюю чайку на 32 км. На 32 км. Хорошо, ребята. Итак, можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Нет. Сразу, Лера, как ты считаешь? Нет. Нет, сразу мы не можем. Ребята, что мы можем найти сначала? Как вы считаете? Вот посмотрите. Нам известна скорость одного, скорость второго. И на сколько он погнал? Что мы можем узнать? Пожалуйста, Кирилл. Можно узнать скорость летучего галанда в синюю. Нам известна скорость летучего галанда. Ага. Нам известна скорость летучего галанда, скорость синие звезды. И, пожалуйста, Коля, сколько летучего летучего галанда в синюю? Нет. Нет, ребята. Алеша? Мы можем узнать, сколько летучего галанда в синюю чайку. Так это вопрос задачи, получается. Мы можем сразу ответить? Нет. Нет. Сережа? Мы можем сразу ответить, когда мы с угловами ко мне у меня не летели. А как найти это время? Мы же тоже не можем сразу ответить. Смотрите, нам известны две скорости. Известно, что скорость была не одинаковая, Катя. Мы можем узнать скорость удаления. Скорость удаления. Как ее узнать? Каким действием будем находить, Валера? Скорость удаления нужна скорость... Каким действием? Действием, ребята. Вычитанием. Вычитанием, помнишь. Ребята, когда мы узнаем разницу скорости... Смотрите, нам известна разница в километрах, да? 32 километра, опередил летучий Голландец. Мы узнаем скорость, насколько быстрее он летит. Что мы еще можем узнать? Знаем километры, знаем скорость. Что мы можем узнать? Время. Умничка, как будет находить время? Сколько они летят? Километры на скорость. Километры разделим на скорость. Правильно. Если мы знаем, сколько они были в пути, можем ли мы объяснить на эту задачу? Да. Мы знаем время в пути. Найдем, да? Каким действием, кстати? Шаги. Нет, Патрума, ты же правильно сказала мне. Километры? Что ты сказал? Деление. Палена, молодец. Деление мы найдем. Хорошо. Узнаем ли мы время полета? Мы знаем скорость. Узнаем ли мы, сколько километров пролетела синяя звезда? Да. Пожалуйста, Аня. Умножение. Умножение. Так, умножение. Правильно. Итак, ребята, значит, да, синяя звезда, а тут синяя чайка. Синяя чайка, да. Синяя чайка. Итак, давайте еще раз вспомним. В первом действии что мы будем находить с вами? В первом действии что мы находим, Валера? Скорость удаления. Скорость удаления. В втором действии что мы будем находить? Вспоминайте, что? Время. Время полета. Правильно. И третьим действием что мы будем находить? Скорость удаления. Сколько километров пролетела синяя чайка? Хорошо. Так, Анечка, иди к доске, пожалуйста, решай эту задачу. А ребята решают тетрадочку. Итак, две клетки вниз. Анечка, пожалуйста, в этой поцелурной стороне, хорошо, решай здесь, возьми тетрадочку. Кто решит, ребята, поднимайте руки, я подойду, проверю вас. Спасибо. 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 Запиши, пожалуйста, выражение. Так, Анечка, скажи, пожалуйста, как найти неизвестный множитель? Угу. Умничка. Хорошо. Хорошо. Задача решена абсолютно верно, поэтому здесь создала. Я составлю работу еще на уроке. Так, в это время, пока у нас Сережа записывает выражение, ребята, оцените себя, пожалуйста, на бортовых журналах. Опять, там, где планета Земля, звездочка, если задачу решили правильно, а вы у вас такой же ответ, 308, значит, нарисовали, зажгли зеленую звездочку. Если это была так проще нашей, то красную звездочку зажигаем. Да? А, что-то, что-что? А я сейчас объясню. Хорошо. Так. Где у нас здесь? Абсолютно верно. Умничка с ровно. Присаживайся. Давай, давай. Умничка с ровно. Присаживайся. Давай, давай. Ага, я поняла, да? Хорошо. Сережа, как пойти? Так. Площадь квадрата. Один. Один. Еще одну. Один. Хорошо. Хорошо. Правильно. Сережа. Работа уже на уроке. Дополнение 17 часов, поэтому правильно решила задачу. Правильно ответил вопрос. 10 баллов. Хорошо, ребята. Мы вынуждены остановить наше путешествие. Не успели, но я думаю, обязательно с учительницей путешествия в страну знаний ваше продолжится. Хочу сказать по домашнему заданию. Домой вам будет, ребята, задана страница 63, задача номер 10. И задача, ребята, будет аналогична к задаче, которую мы только что с вами решали. И задание номер 11. Номер 10, страница 63. И номер 11, страница 63. Номер 11 вам необходимо будет сначала решить примеры, в которых количество цифр в частном и делимом одинаковое, а затем те, которые в частном цифру меньше, чем в делимом. Ребята, и напоследок я бы хотела с вами, чтобы вы по рядам подошли ко мне и подарили мне свои смайлики. Мне было очень приятно с вами работать. Я дарю вам вот такой смайлик. Вы были активны, старались отвечать на все поставленные вопросы. Поэтому спасибо вам большое. Теперь, пожалуйста, первый ряд подойдите. Если вы, если вы считаете, что вы успешно работали на уроке полиоксинами, вы можете расположить смайлику поближе к моему. Если немножко что-то у вас не получилось, можно подать смайлик. Хорошо, второй ряд, пожалуйста. Верите, привет, пожалуйста. Вера, какое то. Верите, привет, пожалуйста. Верите, привет, пожалуйста. Спасибо, ребята. Мне очень приятно, если у вас такие результаты получились. Если у вас все получалось, спасибо вам за урок, ребята. Ответки вам выставят вашу учительницу, а я их передам, ваши результаты. Спасибо за урок, ребята. Можете отдыхать.